Новый наряд короля, когда король был голый, да, и всем говорили, что, все говорили, о, какой прекрасный наряд, какой прекрасный наряд короля, да, все были охвачены, и вполне, я думаю, им казалось, что какой-то там наряд есть, все же говорят, наверное, там что-то есть. И только один мальчик, который был не в теме, не знал, да, он закричал, да, король-то голый, король-то голый, недаром в Евангелии говорится, не будете как дети, не разглядите истину, понимаете, порой нужно оторваться от каких-то клише, от мнения толпы, от мнения окружающих, вот, и твердо держаться вот той истины, которая Бог показывает нам. Ведь недаром Иисус говорил, царство Божье внутри вас есть, и мы должны ориентироваться на это царство Божье, потому что ведь нормы бывают разными, есть нормы, которые мы видим, а есть нормы, которыми нас учат, нас учат. И очень часто то, что мы видим, и то, чему нас научили, вступают в конфликт друг с другом. Например, ну, такие классические примеры, когда, я думаю, каждый наблюдал, там, где написано, курить запрещено, невдалеке стоят люди и курят все, да. Или свалка запрещена во многих лесах, вот прямо вот, даже недалеко от таблички, я в некоторых местах видел прямо под самой табличкой. Свалка запрещена, и там огромная гора, гора мусора. И когда человек, посмотрите, вот, есть что-то, чему нас учат. Вот, в церкви, в школе, когда мы какие-то мудрые, умные, добрые книжки читаем. Вот мы, как бы, есть у нас нормы, которые нас выучили, а есть жизнь, с которой мы сталкиваемся. И все говорит о том, что то, что люди видят, для них становится намного важнее, то, чему их научили. Особенно, если это делают очень многие люди. Поэтому нередко в классах находят белую ворону, и кого-то начинают всем классом травить, да. И вот попадает ученик в класс, и видит, что кого-то все травят. И у него вступает вот этот конфликт, конфликт в голове. С одной стороны, ну, травить нехорошо, издеваться нехорошо, гнобить человека нехорошо. Это одна норма. А другое, так делают большинство в классе. И у человека происходит дезориентация. Он не понимает, как вести себя, как поступать. И чаще всего присоединяется к классу, чтобы травить этого несчастного человека. То есть, когда нормы нарушаются, человек вообще считает, ну, это все придумано. Это нормы нарушены. Я даже читал об одном эксперименте, который был сделан в Голландии. Тоже очень интересный эксперимент. Там почтовый ящик, и в него бросали письмо. Но так бросали письмо, чтобы краешек был виден. Вы знаете, есть такие письма, где есть такое окошечко прозрачное. И там в этом окошечке прозрачном торчала купюра евро. Ну, там 5 евро, по-моему, было. И вот конверт так чуть-чуть торчал из почтового ящика. Но можно было увидеть там, что в этом конверте лежит купюра. Ну, и начали наблюдать. И знаете, вот сделали обычный ящик. Обычный ящик. И ящик, который был такой исписанный там, чем-то там изрисованный, немножко помятый и прочее-прочее. И наблюдали за людьми, которые проходили рядом с этим ящиком и не могли не заметить. И ящик, который был хороший такой, чистый, новый, но там торчал этот конверт, конверт вытащило 13% людей. То есть примерно 10-я часть вытащила этот конверт, заметив там купюру. Ящик, который был помятый и весь исписанный, 25%, то есть не 10-я часть, а четверть людей достали этот конверт. Ну, это было в Голландии, я не знаю, может быть, в России были вообще другие результаты. И исследователи пришли к выводу, что когда человек видит, что нормы нарушаются, ну, не должен же ящик быть вот этот исписанный, кривой, то им кажется, ну, если нормы нарушены, то и я могу нормы нарушить. Ну, если тут вот все так, значит, ну, и мне можно, ну, как вот в лесу, да, может быть, так ты бы бутылку не кинул, но смотришь, везде накидано, ну, что тут, как говорится, и я швырну бутылку. Но когда ты находишься в лесу, где все чисто и прибрано, ну, может быть, вы были где-нибудь в отпуске за границей, вы видели такие леса, вот, вот, там очень трудно что-то бросать. Почему? Ну, потому что там все чисто и трудно нарушать нормы там, где все в норме. А там, где нормы, там, где нормы нарушаются, там очень легко и тебе их нарушать. Вот почему часто вот вам говорят, вот там, когда война происходит, там, ведь помимо всего война, это же такая грязь, мародерство и прочее, прочее. Почему, например, многие писатели, настоящие фронтовики, которые пережили войну, то есть фронтовики настоящие, они либо вообще про войну не рассказывали, либо, если рассказывали, там, Николай Никулин или Виктор Астафьев, если вы читали книжки, Василь Быков. Это тяжелейшие книги, их очень трудно читать. И знаете, почему их трудно читать? Когда ты читаешь их книги, ты понимаешь, на войне нет белых и черных. Почему там мародерство? Почему там это? А потому что, когда нормы нарушены, ну, убийство, это же нарушение норм определенных. Если одна норма нарушена, ну, а почему же не своровать? А почему же не помародерничать тогда? Потому что, когда нарушаются нормы, человеку кажется, все дозволено, все можно. Это как будто лавина, которая открывается. Вот поэтому, драгоценные, так трудно читать книги настоящих фронтовиков, потому что они показывают, не было там хорошей армии и плохой армии, злой армии и доброй. Там ужас был в любой армии, зло и преступление, в любой армии было. Поэтому настоящие фронтовики чаще всего, да, мы помним из детства, сейчас уже почти не осталось, да, а в детстве помним, они пили и молчали, и они не рассказывали. Да потому что не так уж много можно, чем было там на самом деле, на самом деле похвалиться. Не так можно много. И людей часто вот превращают в такую безумную толпу, которая поклоняется вот этой системе и делает много всевозможных злодеяний, всевозможной неправды. И очень важно, драгоценное, в это время остаться, остаться человеком. Нам важно остаться человеком Божьим, не превратиться в животное, не превратиться, когда трудные времена, когда норма нарушается легко. А-а-а, в это время все можно. А-а-а, в это время, в это время все разрешено. Система, она действует, она влияет, она манипулирует нами, пытается воздействовать, воздействовать на нас. Вот почему очень важно, на что ты ориентируешься. На Царство Божье, которым ты научен, когда читал Слово Божие, когда молился, или часто на те безумства, которые происходят в нашей жизни, вокруг нас. Субтитры создавал DimaTorzok,